Всем привет! Сегодня такой немного необычный формат. Мы вам два раза в неделю рассказываем про плавание. Рассказываем разное, полезное, не очень, смешное, важное. Но есть один вопрос, который не дает всем покоя. Вопрос проноса. Какой же рукой все-таки осуществлять пронос? Прямой рукой или согнутой в локтевом суставе? Сейчас я постараюсь без эмоций, спокойно, тезисно объяснить позицию обеих сторон. В каких случаях тот или иной пронос имеет место быть. И как это делаем мы в рамках нашей школы. Пронос прямой рукой. Когда его используют? Его используют раз, когда только учатся плавать, чтобы выключить один трехзвенник, чтобы у нас была простая кинематическая цепь. Второй случай, когда используют прямую руку, это спортсмены-спринтеры. Но опять же не все, зависит от антропометрики спортсмена. И момент В. На прямых руках плывут зачастую низкорослые спортсмены, которым важна длина рычага, поэтому они выпрямляют руку, чтобы угловое ускорение, центробежная скорость была повыше в момент именно проноса. Для того, чтобы импульс сообщать вперед. Вот и все на самом деле. Потому что если плыть не быстро, плыть спокойно, то пронос прямой рукой, особенно у не очень быстрых спортсменов, он контрпродуктивен. Потому что раз, чтобы пронести руку прямой, при небыстром плавании, нужно достаточно сильно поворачивать корпус, если у нас есть ограничения в подвижности плечевого сустава. Момент два. Ну, мы теряем баланс, мы вынуждены напрягать кучу мышц стабилизатора, чтобы удержать себя на плаву, если мы это делаем спокойно. Ну и третий момент. Это не совсем оптимальный перенос центра тяжести вперед. Потому что если мы будем проносить руку сгибая в локтевом суставе, то мы максимальную массу руки максимально быстро перенесем вперед. А если будем проносить спокойно руку прямой, то у нас очень длительное количество времени основная масса руки будет находиться за центром тяжести и будет топить наши ноги вниз. И очень странно видеть и слышать рассуждения на тему того, вот там Владимир Морозов плывет на прямых руках, значит правильно плавать на прямых руках. Да, он может плыть на прямых руках. Да, он может плыть быстро, но очень недолго. Плюс нужно смотреть на весоростовые показатели Владимира Морозова. У него достаточно интересное соотношение роста к размаху рук и длина руки к длине корпуса. То есть у всех все индивидуально. Да, был такой спортсмен Майкл Клим, тоже его переделали на прямые руки, он поплыл чуть быстрее. Но это скорее исключение из правил, нежели чем какая-то закономерность. Сейчас давайте на ваши экраны выведу видео с эстафетной гонки. Пускай это будет Олимпиада или Чемпионат мира. Пускай это будет 4 по 100 эстафета, да, где у нас будет возможность понаблюдать 8 на 4 за 32 самыми быстрыми спортсменами, самыми быстрыми спринтерами на нашей планете. Посмотрите, как они проносят свои руки. Можно заметить, что далеко не все делают пронос прямой рукой. Вернее, почти никто не делает пронос прямой рукой, потому что, опять-таки повторюсь, это анатомическая особенность. Далее, при неспешном плавании на прямых руках, да даже при достаточно быстром плавании на прямых руках, если мы делаем это медленно, то у нас очень большую роль играет задняя дельта, для того, чтобы прямую руку достать из воды. Да, если мы ее, загадя сразу, начинаем сгибать локтевом суставе, то на заднюю дельту ложится очень большая нагрузка. Мышца небольшая, и она достаточно быстро утомляется. Ну, как это лечится? Понятно, что опытные спортсмены помогают себе корпусом, они через спину эти руки закидывают, но в случае с любителями это намного сложнее сделать. Далее, кто еще плавает на прямых руках? Это низкорослые спортсмены, которые за счет выпрямления рук позволяют увеличить сами себе рычаг. Проблема здесь в чем еще заключается? В том, что не удается сделать накат. То есть, если мы говорим про какое-то стаирское плавание, спорт высоких достижений, стаирское длительное плавание, то не получается сделать накат, не получается корректно плавно перенести центр тяжести вперед, внутрицикловая скорость скачет, неоптимальный коэффициент полезного действия грибкового цикла получается. И при прочих равных условиях спортсмен, плавущий классической техникой, загибая руку в локтевом суставе у надводной части грибка, он будет выигрывать. Грибок за грибком, метр за метром, но, тем не менее, по итогу это окажется намного эффективнее. Да, опять-таки, мировое плавание, зная там одного, двух, троих спортсменов, которые смогли сломать этот стереотип, но, опять-таки, это исключение из правил. Далее. Пронос. Классический пронос со сгибанием руки в локтевом суставе. Плюсы и минусы. Да, кто плавает так? Ну, во-первых, это классическая техника плавания, так плавает подавляющее большинство спортсменов. Во-вторых, почему так плавать эффективно? Ну, во-первых, это корректный перенос центра тяжести вперед, потому что уже на начальной стадии проноса, когда мы руку только достаем из воды, мы подгибаем руку в локтевом суставе, и еще не сделав половину проноса, у нас получается, что основная масса руки уже перенесена вперед, то есть за центр тяжести. И, как следствие, ноги наши не тонут. Масту тела основную мы перенесли вперед и стремимся к обтекаемому положению тела, даже если мы говорим про не очень быстрое плавание. Третий момент – это размер мышечных усилий, количество в проносе с согнутой рукой. Да, он сложнее, потому что это такая сложная кинематическая цепочка, нужно чуть больше подумать, чтобы это сделать корректно. Но мы даем незначительные усилия на заднюю дельту, потом переносим усилия на среднюю дельту, и потом у нас дорабатывает немножко трапеция. То есть, грубо говоря, то мышечное усилие, которое у нас было при проносе прямой рукой, сосредоточено практически на одной мышце, мы перераспределяем между тремя-четырьмя мышцами, то есть даже между двумя мышечными группами. Это в долгую получается намного комфортнее, эффективнее. Мышцы меньше утомляются, потому что испытывают меньшую нагрузку, и, как следствие, мы дольше можем работать в таком неизменном темпе, в неизменном режиме. Затем я хочу немножко понудеть на тему физики процесса. Это школьный курс физики, класс, наверное, 9-й, 10-й, механика, все дела. В общем, когда рука проносится расслабленная, со сгибанием в локтевом суставе, то происходит корректное преобразование кинетической энергии в потенциальную, и в момент вкладывания руки в воду, мы энергию, которую накапливает в себе проносящаяся рука, мы можем преобразовать импульс в продвижение. То есть, если мы проносим руку расслабленно и потом в последний момент ее напрягаем, получается, что за счет своих инерционных характеристик рука как бы немного нас продвигает вперед, и мы летим вслед за ней. Силы вектора рисовать не будут, это скучно, долго, никому не интересно, но просто поверьте на слово. В рамках упражнений, которые есть на нашем канале, мы показываем как плавание с прямой рукой в надводной части гребка, так и со сгибанием в локтевом суставе. Внимательно слушайте текстовое сопровождение, потому что там кроется весь дьявол. Там мы объясняем, для чего мы это делаем так или иначе, и почему, и какие цели мы преследуем. Осень, кстати, уже практически через неделю. Это значит, что пора начинать готовиться к следующему сезону, намечать старты, которые вы поплывете, и начинать качественно готовиться, то есть шлифовать свою технику, поднимать функционалку. Вы знаете, кто вам в этом поможет. Список актуальных групп сейчас на ваших экранах. Посмотрите. Ссылки в комментарии сайт есть. Там есть более детальное, подробное описание номера телефонов. Звоните, интересуйтесь, записывайтесь. Поставим технику вашего плавания, улучшим ваши результаты. Познакомим с нашей замечательной командой. А если вы все-таки зададите вопрос, да как все-таки правильно плыть? С прямой рукой или с согнутой рукой в локтевом суставе? Я отвечу вам так, что если вы вообще не умеете плавать, то обучение свое, скорее всего, вы начнете с прямой руки, для того, чтобы понять движение, порядок действий. Потом вы, скорее всего, перейдете на руку, согнутую в локтевом суставе. Далее, примерно 9 из 10 пловцов тоже плывут, сгибая руку в локтевом суставе. Если вы стайр, то примерно 95 из 100 плывут с рукой, согнутой в локтевом суставе. Если вы спринтер, там уже будем смотреть на вашу антропометрику. То есть все зависит от ваших антропометрических данных и целей, которые вы преследуете при плавании. Спасибо, что посмотрели. Если есть что возразить, прокомментировать, обязательно оставляйте комментарии. До понедельника!